Bonjour, mes chers amis! Aujourd'hui, je veux vous présenter le verbe qui s'appelle mettre. Le verbe mettre se traduit en russe, класть, надевать. Итак, мои хорошие, сегодня я хочу с вами разобрать устойчивое выражение с глаголом mettre. Мы знаем хорошо этот глагол. Если вы еще его не знаете, мы рассмотрим самые подходящие фразы с этим глаголом на сегодня и, конечно же, познакомимся с фразами именно с этим глаголом. Ну что, готовы? Поехали, мои хорошие! Итак, для тех, кто не знает вообще, что глагол mettre – это представитель третьей группы, это глагол исключения, а глаголы исключения в французском языке заучиваются наизусть. По словарю, самое первое значение – это класть, надевать. Другими словами, мы куда-то что-то кладем, да, положите, класть и либо что-то надеть, какую-то одежду. В зависимости от контекста, если это какая-то одежда, то mettre сразу же превращается в глагол надевать, а если это какая-то там чашка, предметы, там бумаги, то, конечно же, это класть. Как же спрягается этот глагол? Я просто напомню быстренько, а потом пробежимся по устойчивым выражениям. Итак, как я и говорила, для правильного запоминания сначала я произношу все окончания у глагола, как они читаются, для того, чтобы вы легче запомнили, как он пишется. А в этом и есть вся суть французской грамматики. Итак, пишется глагол сначала с одной «т» – mettes, mettes, met, met. Далее буква «т» удваивается и получается mettons, mettes, mettent. То есть так пишется этот глагол. А теперь мы произносим его с точки зрения французского языка грамотно и правильно. Je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, il met, elle met. Еще разочек. Je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, il met, elle met. Для тех, кто не знает, второй столбик, где у нас начинается «мы», «вы», «они» и «они» – женский род. Тут у глагола, точнее, у местоимения «вы», «ву» у нас «э», «з» читается на конце всегда «э» у глаголов получается «м», «т», а «е», «н», «т» у глагола никогда не читается. Ну что же, я познакомила вас с этим глаголом, а теперь добро пожаловать к устойчивым выражениям. Итак, первое устойчивое выражение, которое вообще не похоже, ну, можно сказать, скласть и надевать, это «ставить машину в гараж». Ну, почти похоже, дальше пойдут вообще, то есть, другие значения. Mettre un garage – ставить в гараж. Mettre un garage – давайте вместе. Mettre un garage – mettre un garage. Далее, соединять. Ну, может, надо что-то соединять вместе, допустим, все вместе, да, соединять. Mettre un garage – очень звучит интересно. Mettre un garage – mettre un garage. Mettre un garage – метро un garage. Mettre un garage – так, выставить вон, вообще значение, то есть, такое вот, выставить вон, да, например, из дома. Mettre un garage – это слово снаружи, то есть, это, как имеется в виду, можно сказать, выходить куда-то снаружи, да, то есть, наружу, то есть, из дома, то есть, это улица и так далее. А сюда и придумали такую ассоциацию. Mettre un garage – mettre un garage. Так, дальше, заряжать. В скобках стоит именно телефон, то есть, какую-то технику, которая у нас, ну, у которой села батарейка в этом значении. Mettre un charge – mettre un charge. Давайте вместе. Mettre un charge – отлично. Так, включать, то же самое с техникой, включить там телефон, телевизор. Mettre un action. Mettre un action. Mettre un action. Mettre un action – превосходно. Так, дальше, красить. Ну, есть во французском языке глаголы красить, да, это pendre, это еще, можно даже десине сказать, да, но это больше рисовать. А еще второе значение, вот с глаголом мэтра устойчивого выражения, получается, дословно-то, класть цвет, да, и получится. Mettre un couleur. Mettre un couleur. Mettre un couleur. Так, дальше, включить радио. Mettre la radio. Mettre la radio. Давайте вместе. Mettre la radio. Так, дальше, зажечь газ. Mettre le gaz. Mettre le gaz. Mettre le gaz. Отлично. Так, накрыть на стол. Здесь у нас два выражения будут одинаково переводиться. Накрыть на стол. Mettre la table. Давайте вместе. Mettre la table. Mettre la table. И такой же перевод, второе значение. Mettre le couvert. Mettre le couvert. То есть, накрыть на стол тоже, это как бы класть прибор. Да. Mettre le couvert. Кстати, на канале есть видео, посвященное приборам. Не помню номер, надо смотреть, но точно есть. Уложить в кровать. Mettre au lit. Mettre au lit. Давайте вместе. Mettre au lit. Так, положить вовнутрь. Да, ну, это неважно вообще. Все, что угодно, что можно положить вовнутрь. Там, например, положить вовнутрь коробки, вовнутрь, там, я не знаю, подарка. Mettre dedans. Mettre dedans. Mettre dedans. Так, ремонтировать. Очень хорошая тут фраза. И получается... Mettre en état. Mettre en état. Mettre en état. Так, приводить в порядок. Допустим, мы прибираемся где-то, где-то беспорядок. И приводить все в порядок, это... Mettre en ordre. Mettre en ordre. Mettre en ordre. Так, далее, мы переходим к местоименному глаголу, то есть, se mettre, есть, не знаю, есть ли у меня видео на канале или нет, но во французском языке есть глаголы возвратные. Те, которые в русском языке как бы оканчиваются на частицу как бы «ся», да, там, допустим, включаться, причесываться, умываться, и вот эта вот частичка «с», она появляется. И у каждого местоимения есть своя частичка. Ну, буду я разбирать сегодня это чуть-чуть с этим глаголом. Так вот, если появляется глагол se mettre, как бы я говорю, глагол с частичкой, он переводится «начать». В данном случае начать работу – это se mettre au travail. Se mettre au travail. Так, и последнее выражение на сегодня – гневаться. Итак, мои хорошие, как я и говорила, мы разберем сегодня глагол с частичкой. Начинать, получается, переводится глагол, если он se mettre, с частичкой, что же происходит с этой частичкой? Как вы видите, желтеньким здесь. Здесь у нас частички, то есть при каждом местоимении будет своя частичка, при «je» – это «me», при «tu» – это «te», при «il» – это «se», «elle» – это «se», «nu» – это также «nu», «vu» – это «vu», «il» – это «se», «elle» – это «se». Так, что мы с вами здесь видим? Значит, получается, как будет так же, как испрягался мэтр в начале. Я думаю, то, что вы просмотрите еще, да, и закрепите. Ну что же, мы начинаем фразы. Я хочу поставить машину в гараж. Je veux mettre la voiture en garage. Давайте вместе. Je veux mettre la voiture en garage. Je veux mettre la voiture en garage. Так, «мими» заряжает телефон. «Мими» met en charge le portable. Вообще, телефон по-французски – это «телефон», но мобильный – это «portable», да, чтобы вы понимали. И в данном случае телефон мобильный имеется в виду. «Мими» met en – неправильно произнесла сначала, заговариваясь. «Мими» met en charge le portable. «Мими» met en charge le portable. Так, положите два кусочка сахара в чай. «Мettez deux morceaux de sucre dans le thé». Давайте вместе. «Мettez deux morceaux de sucre dans le thé». «Парфетment». «Она надела красивое платье». Ну, здесь понятно, да, то есть это самое первое значение глагола «mettre». «Elle a mis la belle robe». «Elle a mis la belle robe». Так, перед праздником тети накрывают на стол на кухне. «Аван la fête, la tante met la table dans la cuisine». Давайте вместе. «Аван la fête, la tante met la table dans la cuisine». Так, ты должна начать работу. «Ты dois te mettre au travail». «Ты dois te mettre au travail». Так, я включаю газ, чтобы приготовить ужин. «Je mets le gaz pour préparer le dîner». «Je mets la gaz pour préparer le dîner». «Et voilà, nous avons fini notre leçon. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous aime». И вот мы заканчиваем наш урок. Спасибо, что были эти минуты со мной. Как я говорила, что у нас сегодня грамматический урок. Я думаю, что я все подробно вам объяснила. И вы будете применять данные предложения в жизни и во фразах. Огромное спасибо за ваши теплые комментарии. Приветствую новых подписчиков. Меня спрашивают про новый конкурс. Ну, возможно, я думаю, что он будет, когда пройдет такой период, когда уже будет какое-то крупное число на моем канале. Я вас рада видеть, слышать и стараюсь отвечать на все ваши вопросы. Если я где-то что-то не ответила, то просто это моя занятость, и я не успеваю. По поводу... У меня был опрос на канале по поводу вебинаров и занятий в Skype. Ну, или вот каких-то индивидуальных занятий. Ближе к лету я немножечко освобождаюсь от своей основной деятельности и хочу переходить на платные и бесплатные вебинары, которые посвящены уже такому глубокому изучению французского языка. Конечно же, я буду об этом говорить буквально уже вот в эти оставшиеся весенние месяцы, да, буду на связи. И, конечно же, индивидуальные тоже занятия я тоже буду оглашать. Пока вообще даже не знаю, как это будет, насколько все. Возможно, это будут какие-то группы, возможно, это будет либо какой-то большой вебинар. Мне хочется общаться с вами вживую, отвечать на ваши вопросы, дружить с вами, да, и поддерживать связь. И, возможно, эти вебинары будут различаться, как я люблю разделять весь французский язык на грамматику, на фонетику, на тексты, на диалоги. И это будут такие интересные занятия. Конечно же, я буду держать вас в курсе, поэтому не пропадайте. Мы с вами увидимся. Ну что же, я вам желаю отличного весеннего настроения. Au revoir!